Сопроводиться некуда, в общем дело. Там совсем другое измерение, другая реальность, совершенно другая реальность. Но первые месяцы было тяжело очень. Первые недели было тяжело даже. Первые особенно. Первые три недели было очень тяжело. Потому что мне становилось все хуже и хуже, мне хотелось с ним поговорить. Даже не то, что поговорить, там другое общение, там наподобие телепатии что ли. Там то, что ты подумал, как будто бы сразу сказал как бы. То есть там не нужно объяснять что-то ему, доказывать. Там все сразу понимаешь. И он тебя понимает сразу. Мне хотелось хотя бы секундочку ему в глаза снова посмотреть. Вот это я просто, не знаю, изнемогал от любви. Вот действительно, я просто хотел увидеть его. Хотя бы секундочку. И однажды на уроке, а, со мной еще, тогда я в школе, за одной партой сидел с товарищем своим. Фамилия Гусев. Я журлев, он Гусев. У нас птичий партнер такая была. И мы к доске легали. Мы летали. Туаят был, короче, у нас что-то, учителя все любили вызывать. Вот. И, значит, но у нас много общего было, на самом деле. Мы с ним марки собирали всегда, значит, там. Ну, короче, у нас много интересов было общих таких. Ну, до смерти, по крайней мере. А когда я уже воскрес, уже все. Вот тут как бабки сводили. Короче, вообще, вот то, что раньше нравилось, вообще разонравилось. Вот. И наоборот, то, что раньше терпеть не мог, мне это ужасно понравилось вообще. Я ему даже все эти альбомы принес, эти марки эти, которые собирал несколько лет. Короче, с первого класса собирал. И я ему все это отдал. А он вообще даже, Игорюк, вообще в шоке. Ты что, Серега? Не-не-не, не могу, не могу. Ну, да я что, с ума сошел? Он уже слышал, видимо, что немного такое было. Короче, а я ему все марки принес. Он, не-не-не, не могу, Серега, не могу взять. Не могу взять. А он, говорю, Игорюк, забирай. И если не заберешь, вот я говорю, ну, точно, говорю, честно, вот я мусорку все сейчас выкинул, а у тебя уже мусорку. Он, не может. Короче, взял, взял все это. А я думаю, а мне так стыдно было даже вот. Думаю, на что моя жизнь была потрачена? Солько лет я собирал бумажки какие-то. В общем, мне было так стыдно даже вот это нести, да, в руках даже. Ну, это вся моя жизнь. Вот все мои увлечения. А там были дорогие марки такие, по блату доставали, там, значит, с Болгарии, с ГДР, там, значит, все эти коллекции такие были целые. Ну, по тем временам, при Союзе это было вообще, ну, редкие такие были наборы. И все это ему отдал, потому что я думаю, а мне уже было стыдно, думаю, чем я занимался, какими-то фантиками, бумажками, какими-то вообще глупостями вообще. И Бог все это видел, и мне стыдно было. Ну, ладно, короче, я ему все отдал. Игорь попытался тоже рассказать. А он, ау, Серега, это нам тебя, тебя, наверное, на понтяне похитили. Я говорю, короче, Сидни молчил, лучше не позорься, еще хуже разговор будет. Ладно, не буду сильно затягивать, чтобы, могу много рассказывать об этом все, свидетельствовать. Но скажу, что я научился во сне, Бог встал во сне учить тогда. Моя первая библейская школа была во сне. Во сне научился, что можно с ним разговаривать, не выходя из тела, без экстрима. А то у меня, грешным делом, даже такая идея возникла в школе. Потому что у меня был только лишь один опыт общения с ним, это вот заболеть, умереть, выйти из тела. И общение. Общение. И у меня, грешным делом, реально возникла такая идея, такая, у меня была заначка своя, как бы такая, денежная. Думаю, специально мороженого накуплюсь побольше, вот, значит, на все там. На все сутки. И специально, значит, там, да, мороженого объемся, значит, там, значит, чтобы холодные ноги, просто, ну, все условия для заболевания, вот. И авось, думаю, поможет мне это все заболеть, как бы, умереть. Хотя тогда еще все были живы воспоминания о смерти, очень болезненной. Выходы из тела болезненны очень. Но я уже был морально готов снова все повторить. И, честно говоря, ну, я понимал, что я, ну, туда-сюда, как бы, да, одним днем. Вот. Но у меня была внутри мечта. Думаю, чтобы это было все-таки, ну, как говорится, one way ticket, one way ticket, one way ticket. Я надеялся, что у меня идет в один конец все-таки. Вот, как бы. Я же не знал, что это плохо, там, ну, вот, ну, совсем еще глупо еще. 13 лет, даже не полных еще 13 лет не было. Я майский, а это было все еще начало 82-го еще. Ранняя весна самая. И, значит, и, но не получилось у меня даже заболеть, знаете, и, но во сне я научился, что, оказывается, можно с ним разговаривать, с Богом, да, не выходя из тела, без экстрима, без болезни вот этой. Вот, ну, во сне это было показано очень интересно, что там мальчики, девочки, они чем-то занимались, там, играли, и они пересказывали все ему, Богу. И я во сне поначалу подумал, что это как-то глупо, наверное, ведь вот он и так все это видит и слышит, почему они все пересказывают. Но когда они пересказывали во сне, они еще светлее становились. И мне так вот захотелось тоже пережить, потому что мне так грустно было прямо во сне. Думаю, надо же, а я не могу так вот, как они, легко так вот рассказать все. И я подумал, почему бы во сне, ну, во сне же подумал, почему бы мне не поговорить тоже во сне, вот так же вот, как вот они сейчас делают. И я решился, и я встал говорить, я все ему во сне, все рассказал, как мне плохо. Как вот я, первые дни еще как бы эйфории прошли, и потом вообще, ну, как депрессия, по сути, я никогда не плакал вообще, то есть нас воспитывали, что нельзя мальчику плакать. А здесь я стал ревать корову и вообще. И я засыпал весь, я не знал, что в глазах столько воды бывает вообще. Потому что подушка мокрая, не от пота, а вот реально столько наревить надо было. И я засыпал просто, потому что тосковал по нему. Я просто настолько тосковал, и мне хотелось хотя бы секундочку в глаза ему посмотреть вообще. Вот. И ревел, ревел и засыпал. И вот, и во сне, значит, я узнал, что можно с ним разговаривать вот таким образом, странным, как бы не видя его, но ему все рассказывать. И во сне, когда я поговорил с ним, мне стало так хорошо вообще. Не в сказке сказать, не беру написать вообще. Думаю, что я раньше не догадался. И вот, и в наяву, когда проснулся, проснулся задолго до будильника, я попробовал тоже это сделать. И, значит, да, поговорил с ним. Моя первая молитва была такая. Бог, это я, Сережа, прием. И потом разговор, контакт у меня был такой, да. Да, и, значит, разговор с ним был. Вот. И вы знаете, я благодарен Богу за то, что вот уже в 2003 году весной он открылся как воскресенье и жизнь в моей жизни. И это было, это было в Украине, это было в Сумской области. Мы ехали с Киева в Орел через Кролевец. И вот, ну это было давно уже, да, дети еще малые были. Но все были с нами. Вот. Вот. И я был за рулем, супруга со мной, и тогда было пятеро у нас детей, пятеро даже, еще не шестеро. Вот. И младше нашей, потому что вот 18-19 год. А тогда еще не было ее, да. И по дороге уже в Кролевецкой области, в Кролевецком районе, извиняюсь, в Сумской области, вот, произошло ДТП, вот, я сбил подростка, школьника, который на мотоцикле выехал покататься из одного села в другое село, вот. Ну это как потом все выяснилось, уже у следователя. И, значит, что произошло, удар был сильный, удар был смертельный, вот, для пацана, ну, 9 тонн на скорости, как бы, да, у него не было шансов просто. Удар был фактически, ну, прямо по мотоциклу. Вот, и, значит, и мотоцикл не подлежал восстановлению, как-то потом сказали, там, знаете, что забирали мотоцикл с места происшествия. Вот, значит, и, но пацана этого Бог воскресил из мертвых, прямо там на дороге. Я в первой жизни, я до того, до 2003 года я никогда не молюсь за воскрешение мертвых. Я даже не думал, что буду молиться такими новиками. Я думал, вот там где-то Рейхард Бонг, где-то в Африке, пусть он и воскрешает, как бы, где-то там, в Индокитае, где-то еще там. Но у нас, как бы, я не думал, что это актуально вообще, как бы, да, и... Но сама жизнь заставила молиться. Я просто орал к Богу там на дороге, вот, и Бог совершил чудо, на глазах моих этот пацан воскрес. Но когда он воскрес, я мысли сразу такие, ну, как говорится, помоги Господи моему, мы не верю. Как бы, я, значит, верю, помоги моему, не верю. Думаю, может быть, это не была смерть все-таки, у меня мысли сразу такие, может быть, это был обморок просто такой глубокий, просто. Я принял его за смерть, как бы, вот, вот, но потом дальнейшие все события показали, что это была все-таки смерть, именно, а не обморок, конечно, или другое состояние. Вот, что и медики заключили. А первым подтвердили мне это гаишники, да и милиционеры, которые приехали на место происшествия, вот, но вначале скорая помощь приехала. Там просто чуть дальше была кафешка, и они видели это ДТП, позвонили сразу, слава богу, да, значит, и приехала скорая помощь, мальчик этого забрали, вот. Вот, и, ну, врач сказал скорой помощи, что, значит, ну, он не выживет, короче, шансов нет. Он не видел воскрешения, он видел такое, то, что он видел. Сзади была голова, как переспел арбуз расколотая, вот, и мозги там глокотали, вот. Вот, и он говорил, что шансов у него нету, пацана, вот, значит, ранами совместимы с жизнью, вот, но бог этого мальчика исцелил на протяжении, там, 10-15 минут, пока везли его в крыльевец, туда, в больницу, вот, за этих 10-15 минут он полностью исцелился. Ну, это потом стало, это на глазах уже у врачей, не на моих глазах, вот, и меня только перед фактом поставили, вот, значит, и, то есть, у него череп захлопнулся, сросся, кожа срослась, ему, когда кровь смыли, не нашли даже ни царапинки, ни шишечки, ничегошеньки, абсолютно, бесшовное срастание. И внутренние переломы были все исцелены, и даже старый перелом, хирург этого пацана узнал, он уже лежал у них в хирургии с переломом, и врач сказал такую вещь, в моем присутствии следователю, разговор был со следователем, а я присутствовал в кабинете, и, значит, слышал этот разговор, и врач сказал, что как бы у него там тогда не зажило хорошо, первый раз, вот, еще там, год назад, там, допустим, вот, но он уже все хорошо, срослось хорошо, он уже снова гонял даже на мотоцикл, пробовал, да, значит, все, но на снимках должен быть след, хотя бы от старого перелома, но даже не только от новых не было переломов следа, но от старого тоже не было, думали, ошибка аппаратуры, вечером поздно уже были другие врачи, они все полностью подтвердили, короче, поэтому врач сказал, чертовщина какая-то, невероятно очевидно, но невероятно, вот, и, значит, много других событий произошло в тот день, но вот это, наверное, самое, конечно, такое было, да, зрелищное, но для меня самое важное произошло чуть позже, уже вечером, поздно, почти ночью уже, когда с места этого уже вскрыли в ЦАР, мы ехали обратно в Киев, повернули, ехали домой, и, знаете, по дороге обратно Бог заговорил со мной, вот, и вот эти слова, они открылись тогда для меня, вот, очень, ну, как никогда раньше, вообще, знаете, они открылись для меня и до сих пор уже прошло, 21 год уже прошло, больше, вот до сих пор они для меня самыми являются такими очень важными для моего служения, вот я и хочу вам подарить эти слова, вот, я есть воскресенье жизни, я это не слышал голосом, я это слышал моими мыслями, а голосом я слышал другое перед тем, голос заговорился на очень громко, я никогда в жизни, не до того, не после того, я не в силе, не слышу голосов, значит, знаете, вот, но, может быть, верующий немного псих, тоже бывает, наверное, не знаю, но я реально слышал голос, громкий, как будто в машине резко громкую музыку включили, допустим, да, вот, я не люблю громкую музыку в машине, я обычно за рулем всегда, я чуть-чуть включаю легким фоном, но не громко, никогда не люблю, вот, а это прямо как будто резко в машине включилась громкая музыка, это был громкий, я поэтому даже не думал, что жена не слышит все это, сто процентов нельзя было не услышать, я думал, далеко за машиной-то слышно, не то, что в машине, вот, жена не спала, со мной была, вот, и, ну, а как потом выяснилось, на другой день выяснилось, что, оказывается, она ничего не слышала, абсолютно ничего, ни дополнительного шума никакого, вот, а я слышал этот голос, он три раза меня одно и то же спросил, он спросил, ты это видел только громко, я не мог ничего ему ответить, в ответ, ничего, абсолютно, что-то промяблил такое, да, Господи, и все, три раза прозвучало это, ты это видел, а третий раз, даже не дожидаясь моего ответа, тот же самый голос так же громко сказал следующее, вот так будет и с церковью, только громко очень, и все, и больше не слышал, и вот до сегодняшнего дня я ничего не слышал, но, кстати, не горю желанием слышать голос Бога, честно говоря, потому что я слышал многие разных проповедников, учителей, которые говорят о голосе Бога, который звучит, но я вам скажу, что вот тогда, когда голос прозвучал, потом я это сравнил, знаете, как будто бы минус три или пять лет сразу, вот так вот, то есть это такой стресс невероятный был для меня, что это, ну, не передать вообще, вот, еще казалось бы, он немного продолжится, я просто, ну, просто умру просто вообще, и не то, что я умру, а испарюсь вообще, испарюсь, вот, и я реально пережил, как будто бы несколько лет промотали в моей жизни, моментально, прям, вот, в течение каких-то секунд, прям, вот, и потом я не слышал уже этот голос, но вот это местное списание, оно само собой, моими мыслями уже это все было, абсолютно моими мыслями, но это было отсюда, я Есим Воскресенье, десятки раз я ехал, я был за рулем, и десятки раз одно и то же, моими мыслями, я Есим Воскресенье, я Есим Воскресенье, я Есим Воскресенье, я бывал в разных собраниях, и вот, в харизматических там собраниях, там, когда я десятки раз одну и ту же фразу пою, допустим, я, ну, мне там скучно было, мне не нравилось это, ну, спели раз, пять, шесть, ну, не больше, ну, как бы уже когда уже 20-30, это уже как бы надоедает, честно говоря, вот, а здесь десятки раз, и не скучно, и вообще, вот эта мысль, она одна и та же, я ни о чем другом не могу думать, мужское мышление, вот, оно простое, в моей полочке было, я Есим Воскресенье, и все, я только эту мысль думал, и мне было хорошо, вот, серьезно, а потом еду дальше, я Есим Воскресенье и жизнь, другая полочка такая была мне, Воскресенье и жизнь, я тоже, только вот эту мысль могу думать, и все, а потом там еще такой поворот есть, Черниговская трасса, съезд, кипти называется, место такое, там и днем и ночью всегда людно, как автолюбитель скажу, там всегда фуры, там всегда движение и днем и ночью, в любое время года, там всегда, для меня было как мистик, какой-то зомби-апокалипсис какой-то, не знаю, как корова слезала, все эти кипти, я смотрю, ну, ни гаишников, вообще ничего, вообще, ни фуры, ни машин, движение, трасса вся, свободно, знаете, как бы перекрыли, как для президента перекрывает он каких-то там министров, короче, трасса чистая, и навстречу чистая, и здесь, я как бы, ну, это точно кипти, как бы я много раз, десятки раз там проезжал, значит, прекрасно знаю эти кипти эти, вот, и все автолюбители знают местные там, ну, и все знают эти кипти эти, вот, там на Чернигов, там на Сумы, короче, там такая развилочка такая, вот, значит, она всегда многолюдная такая, а здесь никого нет, вообще никого, я съезжаю, и вот она мысль дальше идет, и верующий в меня, даже если умрет, ну, не совсем по переводу, сандартному, но вот это вот, мне так понравилась эта мысль, даже если, я понимаю, что это не по сандартному, но переводу, но очень красивая мысль такая, и верующий в меня, даже если умрет, оживет, И ехал дальше. Пока, впрочем, в город не въехали, эта мысль одна и та же, она крутилась в голове. И знаете, и вот до сих пор, вот прошло уже много лет, эта мысль не дает мне покоя, она теребит меня время от времени. За эти годы, за эти 20 лет уже было, ну, несколько случаев, будем так говорить, да, воскрешений. То есть уже молился за воскрешение разных людей. Были неудачные опыты воскрешения, были удачные, были, да, еще более зрелищные. Вот когда в Киеве тоже там девочка, где мы снимали на Ягудского квартиру, вот, мы снимали там на седьмом этаже квартиру. Те на 14, ну, дом такой новый, современный дом, но и он такими, как бы, порожками такими, как бы. Некоторые подъезды 14 этажей, некоторые 16, 15, так вот, ступеньками такими. И мы снимали, прям, хорошее место такое, вид на озеро вырвется, прекрасное место. И вот в нашем уже подъезде, только наверху там трагедия произошла, девочка выбрала из окна. 14 этаж, представьте, головой и спиной прямо на порожке подъезда этого, ну, выхода из подъезда. Вот, там было еще более зрелищно, намного более зрелищно, чем с этим мальчиком. Бог ее воскресил, эта девочка. Вот, и через месяц она уже ходила в школу. Ну, она с этой штукой, и все. И даже врач, мама приходила, плакала, она знала это чудо. И даже врач там, Академии наук медицинских, Ивида, он сказал, значит, я вот, хотя не верующий, но это точно Бог. И он сказал, женщина, вам нужно идти в храм, свечку поставить точно, потому что это точно Бог. Он сказал, что мы сделали десятки операций, но ни одна из них не повлияла на то, что произошло. Все позвонки срослись. Ребра, шея, вот это, значит, голова. А, голова у него была не просто, как у пацана, просто треснула, а там многократно. И мозги с асфальта, с бетона, с этого порожек, врачи, которые приехали, вот так вот, раз, и форму головы, как бы, предали ей, как бы, понимаете? То есть, поддерживали жизнедеятельность организма. Другие были случаи, но почти все эти случаи были не на глазах врачей с воскрешением, которые в моем служении были. Но один был случай с констатацией врача смерти. Это было в поезде. Я ехал в поезде, и умерла проводница. И именно того вагона враг преследует, представляете? Он пытается своих, еду на миссию, на служении, и прямо, ну, и он пытается свою ложку дегтя бросить в бочку меда. И представьте, и, а я ехал в такой еще эйфории, так прекрасно все, в таком, прямо, это, помазание, все. И, значит, и плацкарный вагон, классное место такое для проповеди вообще, Евангелие. Я, значит, ну, я все снял, повесил, так, значит, сижу там, по гражданочке, чай заказал все. Значит, и, и вот в этом нашем кубрике, там, ну, с людьми, там, разговариваю слово за слово о Христе, вот, об Иисусе Христе, там, рассказываю. А с других этих вот, этих мест спрашивают, батюшка, а вы не могли погромче, мы тоже хотим послушать. Я говорю, хорошо, говорю, бог здоровья, не обидел, говорю, я, значит, я сел, значит, на боковушку и давай погромче и на эту сторону, и на эту сторону. Ну, знаете, обычно в вагонах в таких случаях бывают противящиеся из практики, а здесь вообще, как будто бы их прям собрали по приглашению. Вот, никому противящиеся вообще, все прям, значит, вопросы, прям, притом, бескаверзных, да, такие вот, ну, прям, такие хорошие вопросы. Я, значит, как бы, я так разошелся, что даже забылся вообще. Вот, и, значит, свидетельство рассказываю, Евангелие все пересказываю им, значит, и, а между прочим, по громкой связи, значит, сообщают медицинских работников, просьба пройти в наш, вот, вагон именно наш, вагон называют, я так еще, глядь-глядь, все живы-здоровы, что они, ну, мало ли, может проконсультироваться, короче, не знаю, я даже не придал значения особенного, хотя надо было бы. Короче, там, я потом сообразил, что что-то не так, потому что, значит, вот, к проводникам, где самовары их не, да, там обычно две все время открыты, а эта закрыта была дверь, вот, оказывается, там было плохо с проводницей, две проводницы, одна из них помирала, вот, и они вызвали медицинского работника, поэтому. Он пришел, нашелся врач, именно врач нашелся, который пришел туда, к ним, с другого вагона, и, значит, и сбежались там проводницы другие, с разных вагонов, и начальник поезда был там, мужчина такой высокий, как Саул, ну, под самым, значит, и, значит, они все были там, я ничего не знал, и, значит, и, представьте, подходят проводницы две ко мне, а я все рассказываю, рассказываю, и подходят две проводницы, и я вижу, они еле сдерживаются, чтобы не расплакаться. Они говорят, вы же батюшка, священник, я говорю, ну, да, как говорится, я, я, значит, вы не могли бы помолиться за нашу проводницу? Я говорю, помолюсь, говорю, но я же не знал вообще, что происходит, вообще, помолюсь. Они думали, сейчас отходную молитву почитают, как бы, значит, потому что врач сказал, что все, уже кончается, женщина, не довезем до станции. Вот, значит, значит, и, да, а я думал, а что такое, ну, здесь с целью не может помолиться, да, а она говорит, она умирает, так, тихо, так, чтобы не напугать, как бы, людей. Ну, я говорю, да, и мы пошли, и когда закрыли, закрыл за мной дверь, там, как селедка в бочке этих проводниц, и начальник поезда, и как раз с купе проводников выталкивается вот этот врач, и он говорит, обращается к этому начальнику поезда и говорит, отбой, давайте уже, реанимационной машине вызывайте трубовозку, у нас труп. Вот это его слова. Те женщины, они без того, заплаканные, провальницы стояли некоторые, а здесь вообще стали плакать многие, и, значит, и начальник поезда прямо при мне, и это все время происходит, я только пришел, и начальник поезда по этой громкой связи сообщает, станция, как бы, станция там все, отбой, как бы, реанимационной машине, вызывает трубовозку, у нас труп. Женщина плачет, и вот доли секунды, вот решают доли секунды, и вот в этот момент, я просто стал, я обычную, скромную веду себя, я обычно не, а если стал просто громко, более чем громко, будем молиться за воскрешение, я доли секунды уловил взгляд врача, как на дурака посмотрел, вот реально, на психа. Вот, думаю, наверное, я потом посообразил, наверное, надо вызывать не только труповозку, а еще и бригаду, какой-то психа, он же не видел, что я батюшка такой, по гражданству пришел, мужичок, это, короче, за воскрешение больница, короче, он так, но в этот момент важно не обращать внимания на этих специалистов, и медицинских тоже. Короче, доли секунды, но это, наверное, как Ленин на буржуазии, прям вообще, короче, вот, и, значит, и я, значит, а, к этим женщинам обращаюсь, будем молиться, начальник пользы вообще не моя сцена, стоит с этой штукой, разговорной, значит, я, значит, к женщинам обращаюсь, а эта женщина, батюшка, мы не можем, мы не умеем, а я прямо наехал на них, прям, можете, говорю, можете молиться, короче, молюсь, они повторяют, я не знаю, мы долго молились, короче, долго, орали, кто кого переключит, и я кричал, и они громко, они громко повторяют, там, и молим покаяние, там, значит, и все, Иисуса Христа связывали, спасители, все, молчали, только лишь вот начальник пользы, и врач, который, наверное, трудом попал, я не знаю, что, я так потом уже сделал вывод, наверное, что происходит, да, и, значит, и, короче, орали, орали, но, понимаете, женщина-то ожила, у нее глаза вот так вот стали, ну, не, вначале, когда глянул, конечно, ну, жуткое было зрелище, она такая страшная, честно говоря, была такая вот такая пепельная-зеленая какая-то, глаза туда вот, она как фильм ужасов, глаза туда вот, и такая пепельная-зеленая какая-то вообще даже мне показалась, а у нее было страшнейшее отравление какое-то там, короче, значит, и, от этого померла-то, значит, и, а здесь глаза, да, раз, чуть-чуть туда вот, снова, и она что-то, губами, но я так понимаю, что она что-то повторяла, вроде бы, как бы, ну, там не слышно было, конечно, может, молитвы, может, что-то повторяла, короче, что-то говорила тоже, видимо, и, а начальник пользы, он, видимо, все это подсматривал так вот, потому что он, мы еще молимся, а женщины еще больше начинают плакать, еще, еще больше плакать начинают, вот, а начальник поезда прямо, слышу, громко прямо орет туда, станция, как бы, отбой, труповозки, короче, вызываем снова реанимационную машину, короче, там туда, на станцию, а ему оттуда, да что у вас там происходит, прям слышно, гроб, что у вас там происходит? а он типа чудо, что-то такое, я не буду, что-то сказал такое, что-то такое, что-то такое, да, вот, а здесь как раз уже есть танцы уже, все уже, значит, уже показывается, все, нас попросили всех освободить помещение, вот, все мы ушли, там остался только начальник, врач, а чудеса продолжились, оказывается, а, кстати, еще и женщины со мной-то стоят проводиться, одна из них такая, такая шикарная, да, вот такая, начесная, значит, и она, она, короче, берет эту, эту, как его, пачку сигареток, так бросает, топчет ее, вообще, даже про секреты, даже полслова не было сказано, она сама, просто, сама решила, они каются, называют грехи какие-то, вообще, такое общество ведь, ну, они, в принципе, коллектив маленький, они все друг другу грехи, так знают, но, ну, они, вот, начали, вот, каяться, короче, каяться, вот, то есть, пробуждением вагонового масштаба, началось у нас такое, вот, ну, и все разошлись, а исцеление продолжилось, этой женщины, представляете, невероятно, за минуты какие-то, то есть, до полной основки вагона, ну, не знаю, ну, какие-то минуты оставались уже, все, потому что уже перрон уже показался, все, когда я уже был на своем месте, вот, и за это время женщина уже себя настолько хорошо чувствовала, она уже вернулась в нормальное чувство у нее, все, когда поезд не задержали ни на минуту, зашла бригада этих реаниматоров этих, вот, значит, да, значит, они проверили все там, давление, дыхание, ну, все, короче, проверились, прослушали ее и сказали, женщина нормально сочувствует, просто видимо, что недомогание, короче, доедет до конца и по месту жительства в поликлинику обратитесь, анализы сдадите, будет ясно, что с вами там было. Короче, сказали, то есть, даже на минуту не задержали поезд, поезд продолжил свое путешествие, вот, поездку, значит, начальник поезда дал ей, как бы, отлежаться, лежите, не вставайте, и вместо вас будет работать другая там женщина, все такое прочее. Короче, поезд продолжил действие, а исцеление дальше продолжилось, это через пару станций эта женщина не могла уже лежать уже, она уже ходила, розовенько погонали, красивый такая уже, и это, чай разносила, чай, разносила чай, представьте, она не могла, и все время мимо меня проходят, Бог мне дал шанс, Бог мне дал шанс, Бог мне дал шанс, все время, там и люди думают, но ехать потом еще пару станций пришлось еще с репутацией чудотворца очень тяжело, потому что люди уже думают, что моим благочестним что-то такое-то, под батюшку там. Жертву надо принести. Ну, как бы, да, да, что-то такое. Короче, да, ладно, друзья, я к чему это рассказываю, разные случаи бывают, ну, это вот такие вот, в основном воскрешения были, то бомжа, допустим, воскрешения, значит, там, значит, там, ну, без участия медиков, без их свидетельств, значит, там, как бы, да, ну, просто, хотя одного бомжа воскресили, именно сосединились на врачей даже, медицинских работников, ну, косвенным таким, потому что он умер прямо на этом, вот где это, метро, станции метро, на святошине умер, прямо внизу. И там, значит, это, Света рассказывала, она там работает просто, одна из наших сестер, в основном, в церкви, она работает там, значит, недалеко от метро, станции, тогда была конечная, когда Светошин. Значит, и она рассказывала, что, значит, что рано утром, получается, этот бомж, там, ну, все, приставился, вот, значит, и там приезжала, когда бригада, вызвали скорую помощь, но пока они приехали, они уже все констатировали, что все, он уже в погоне. И они уехали, они накрыли его простыней, и медицинер остался охранять в стенах, короче, вот, значит, от зевак, потому что там как раз народ толпится все время. И, значит, и все. И долго пришлось ждать, короче, вот этой машины, которую труп заберет уже. Вот, и вот за это долгое ожидание, вот, чудо это произошло, слава богу. Короче, значит, Света, как скажут, она такая смешная, значит, она еще одна работа опаздывала, и, говорит, а там еще такое начальство, что, ну, короче, минута опоздания, все, там, расстрел через повешивание, короче, ну, очень жесткая. Вот, а здесь, значит, прям вот впритык, прям на работу. И вот, значит, и, и видит этот, накрытый скатертью, ну, это, простыней, тело лежит, и милиционер стоит, значит, вот, значит, и народ толпится, и у него прям как магнитом, прям вот туда. Короче, молилась за воскрешение его. Бог воскресил. Когда уже Труповодская приехала, уже живой был. Отец Алексей нашим сказывал, там, на Бажана, там, с другой стороны въезд, в Киев тоже. Вот, Жигуленок прямо в столб влетел, молодой пацан, покойник, два милиционера стояли, там, охраняли тело, значит, тоже, потому что скоро помощь. Тоже, не если несколько случаев, одним словом, было с медицинским подтверждением. Но, в основном, с десяток случаев без всяких подтверждений, просто, ну, как бы, как, по-моему, этот покойник, но Бог воскресил его. Я к чему-то рассказываю, что готовьтесь, приготовляйтесь, скоро будет массовое. Вот, касательно воскрешений, касательно исцелений, вот, многие вещи, которые сегодня кажутся сверхъестественными, они буквально через какие-то годы станут естественными, обычными, совершенно обычными. Вот, у нас даже есть документальный, кстати, в нашей церкви один был случай интересный, документально зафиксированный случай исцеления от лепры, проказа. Ну, это не в городе, это в селе Басивка, село Исмельчинцы, там, значит, один из наших священников ведет служение. И там, значит, Черкасская область. И, значит, одна женщина, бабушка, старенькая бабушка, короче, она брали анализы, там, в больнице, значит, все увозили и в Черкассы, и в Киев, и признали лепра, проказа. А у нее нагогнило, думали, это часовка вначале, думали, там, что-то еще, оказалось лепра. Вот, и должны были везти ее куда-то увозить, закрывать, но она в конце села жила, отдельно от села, по сути, и, как бы, и сказали, пусть живет, никто не касается просто ее, просто все. Продукты приносили, подносили какие-то там, и уходили. И, представляете, и, вот, там, отец Виктор, другие братья, там, ходили, молились, вот, из-за нее, и один из наших священников рассказывал, что просто было побуждение прямо руку положить на ветру, прямо на обедниющую ногу. Вот, и ее за ночь Бог исцелил. К утру была новая плоть и новая кожа. Вот, потом ее проверяли несколько раз, и черкасские врачи признали, и в Академии наук медицинских официально в Киеве признали, что нету никакой проказы. И новая кожа у нее. Вся, у нее кожа, там, даже фотографии делали, старческая нога, такая, морщинистая сильно, а вот, а в этот момент, там есть шрамцы, рубцы такие, ну, а кожа, молодая кожа. Вот, это за ночь. Она еще во время молитвы, вот, начала уже, так вот, под чай, под чай, под чай, короче, а потом, после молитвы, вот, всю ночь еще пекло, а потом вот это вот, на утро, она забылась сном, а на утро просыпается нога-нога, по сути. Да, и пока это единичный случай, но я думаю, что это скоро будет массовым явлением, массовым явлением подобное исцеление, потому что Господь идет, потому что Он возвращается, и перед Его пришествием земля должна действительно быть пробуждена. Конечно, ноги будут ажесточаться еще больше, но те, кто любит Господа, они будут еще больше плавиться от любителей. И Бог хочет, чтобы все люди спаслись вообще, и достигли познания истины. И я думаю, что здесь, в Осетии, много людей, которые должны быть исцелены. Многие люди, которые, сейчас, казалось бы, все, списано врагу, может, все, в ад, должны быть действительно царствы небесные. Вот здесь написано, небесное царство. Оно расширяется, оно, тоже молюсь, да, за исцеление, да. Пусть Бог благословит. Самое смешное, вот такое, как бы, для меня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok